МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Анапы в студии Ольга Жмак. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главных его темах. Изменение генплана. Что думают об этом специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства? Все обращения анапчан обеспокоенных рядом положений, конечно же, мы учтем. Предотвратить эпидемию на Кубани ужесточили антиковидные меры. Также только при предъявлении картов кодов либо справки о методводе. Наркотикам бой. В Анапе открылся выездной консультативно-методический антинаркотический пункт. Употребление наркотиков несет необратимые процессы. В Краснодарском крае продолжается резкий рост количества заболевших коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвержден у 903 человек. Возраст пациента от 1 месяца до 92 лет. Лидером антирейтинга на Кубани остается Краснодар. Там ковидом заразился 421 горожанин. В Анапе зарегистрированы 24 новых случая. В больницах региона с положительным тестом на коронавирусную инфекцию находятся более 3000 человек. На амбулаторном лечении еще почти 17 тысяч. На Кубани ужесточили антиковидные меры. Теперь на входе во все торгово-развлекательные комплексы, спортзалы, музеи и выставочные мероприятия будут проверять QR-коды о вакцинации. Исключение, медотвод или справка о недавно перенесенном заболевании. Такое решение сегодня было принято на Краевом оперативном штабе под председательством губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В формате видеоселектора из анапской студии в заседании принял участие мэр Анапы Василий Швец. Статистика заболевания коронавирусом на Кубани растет пугающими темпами. Каждый день к цифрам прошлого дня прибавляется еще порядка 100 новых пациентов. Такая динамика сохраняется на протяжении недели. Чтобы обезопасить жителей и гостей, в Краснодарском крае были введены дополнительные ограничения. Предлагаю посещение всех предприятий сферы бытовых услуг и объектов розничной торговли. За исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. Также только при предъявлении картов, кодов, либо справки о медотводе. Мария Александровна. Я согласна, да. Пожалуйста, Александр Александрович. Поддерживаем. Почему я вас спрашиваю? То есть вы тот, кто отвечает за бизнес, малый, средний. С 22 ноября по 18 января попасть в торгово-развлекательные центры и комплексы можно будет по предъявлению QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Также требования будут действовать в театрах и кинотеатрах, которые возобновят свою работу, в спортзалах и фитнес-клубах, бассейнах, музеях, при проведении деловых и конгрессно-выставочных мероприятий. Наши коллеги из краевого штаба под руководством губернатора В. Кондратьева приняли очень понятные, необходимые, жизненно важные сейчас меры для того, чтобы мы с вами остановили рост на количество коронавирусной инфекции. В связи с этим наша с вами самая главная сейчас ответственная задача очень четко и понятно, дисциплинированно исполнять все эти решения, которые сейчас с учетом наших предложений были приняты. Поэтому контроль исполнения этих мер сейчас стоит во главе угла. Василий Швец поручил рассмотреть возможность увеличения пунктов вакцинации в Анапе. Показатели вакцинации должны быть выше среднекраевых, но не ради статистики, а для безопасности жителей и гостей курорта. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Изменения генерального плана курорта обсудили на градостроительном совете. В этот раз в заседании приняли участие директор научно-исследовательского института перспективного градостроительства Павел Спирин, заслуженный архитектор России Юрий Рысин и заместитель руководителя управления Росреестра Кубани Роман Антонов. Члены градсовета и приглашенные общественники смогли лично задать вопросы специалистам. Как подчеркнул мэр Анапы Василий Швец, новый генеральный план будет принят только с учетом мнения местных жителей. Генеральный план города – это проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и другие виды освоения территории. По сути, генплан – перспективный проект развития муниципалитета, необходимый современному курорту. Внести изменения в существующие, но устаревшие генпланы прибрежных городов поставил задачу губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В режиме видеоконференции на вопросы членов градостроительного совета и активистов, приглашенных на заседание, ответил директор научно-исследовательского института перспективного градостроительства Павел Спирин. Мы понимаем, что это очень ответственная задача подготовить проект генерального плана города-курорта федерального значения. И в этой части я могу абсолютно точно сказать, что мы со своей стороны максимальным знанием, опытом, профессионализмом подошли и однозначно разработали проектный план в интересах жителей. В первую очередь в интересах жителей и гостей Анапы, которые приезжают, отдыхают и хотели увидеть Анапу действительно современной, цветущей, уютной, комфортной, безопасной. Как подчеркнул Василий Швец, Анапа в первую очередь курортная территория. В новом генплане предполагается уменьшить территорию жилищной застройки на 800 гектаров. Строительство многоквартирных высоток – привлекательный бизнес. Однако город уже сталкивается с проблемами нехватки мест в школах и детских садах, чрезмерной нагрузкой на электросети. Главная задача – сохранение курортных ресурсов, ареологических ресурсов. Дюн в том числе. Новый взгляд на Пионерский проспект должен быть сформирован. Мы общались в институте. В Петербурге рассматривали готовящиеся предложения по планировке Пионерского проспекта. Я думаю, что это только на пользу курорта, все, что мы делаем. Ну и понятно, особо храняем природные территории. В Сочи – это национальный парк и диасферный заповедник. В Анапе – это заповедники в большом отрише. Это территории с уникальным озеленением природным. Малого киша – это все должно быть сохранено. Зато порядка 40 гектаров земли по новому генплану планируется зарезервировать под выращивание винограда. Зеленых зон в городе и сельских округах станет в 10 раз больше. А территории санаторно-курортного и гостиничного назначения увеличены в три раза. Практически везде, где у нас было, в околокурортной зоне, многоквартирной, еще раз повторю. Потенциал, точнее, для многоквартирного жилищного строительства мы аргументированно ведем переговоры с собственниками этих земельных участков. Это, как правило, крупные юридические лица, юридические холдинги. И переубеждаем их, чтобы они строили там крупный гостиничный комплекс. Работа такая проводится, вы сами знаете. Мы даже на Петербургском форуме подписали на большое соглашение. Вместе присутствовали. Пал Павлович Спирин присутствовал. О первом в России курортном КРТ, комплексном развитии территории. Курортном КРТ на 30 гектарах. Хотя там, еще два года назад, планировалась многоквартирная жилищная застройка. Сегодня есть договоренность, есть решение инвестора, я им тоже за это благодарен, о строительстве там крупного гостиничного комплекса, причем который мы планируем, ну они планируют, передать под 3, 4, 5 звезд, под международного гостиничного оператора. Несмотря на положительные изменения, процесс принятия нового генплана вызвал споры среди анапчан. Чтобы помочь местным жителям разобраться в документе, в городе и сельских округах прошли 7 публичных рабочих встреч. Один из самых часто задаваемых вопросов, почему некоторые территории с объектами ИЖС переводят в зону отдыха. Как пояснили специалисты, владельцам домов не обязательно регистрировать гостиницу. Если они не хотят вести бизнес, объект по-прежнему будет считаться индивидуальным жилищным строительством, а налоговая ставка не изменится. Однако у тех, кто хотел сдавать номера отдыхающим, появится возможность делать это по закону. Множество вопросов также вызвали ограничения на земельные участки по статьям 56 и 56.1 земельного кодекса. Нигде не говорится о том, что какой-то орган вздумал у кого-то что-то изымать или резервировать в целях государственных нужд. Если бы это было, там бы был четко описан документ. Его дата, его название и органы, сдавшие этот документ. Таких вещей нет. Возникают вопросы по срокам внесения. Многие говорят задними числами. Люди путают. Задние числа – это дата вынесения уполномоченным органам этого документа. Она может датироваться 14-м, 16-м, 17-м, 19-м. Специалисты сходятся во мнении, новый генеральный план необходим для развития современного комфортного курорта. Основные направления документа – увеличение зеленых зон, резервирование площадей под строительство школ, детсадов, поликлиник, спортивных и культурных объектов, модернизация транспортной и инженерной инфраструктуры. Генплан должен быть нацелен, чтобы сделать в нашем городе жить лучше и комфортнее для наших гостей. Будет ли он таким, зависит в первую очередь от нашего с вами внимания, отношения к этому вопросу. Каждый, в принципе, сейчас наглядно, каждый имеет право высказать и свое мнение донести. И, кстати, очень спасибо вам, Василий Александрович, за такую возможность, потому что очень много сейчас поступает обращений в органы прокуратуры, непосредственно в Анапскую международную прокуратуру по данному вопросу. Абсолютно уверен, что генеральный план городу Анапа нужен. Я считаю, что та работа, которая проделана за последний год, этот качественно новый этап развития города, он уже пройден. Я думаю, что мы примем решение, мы его примем коллегиально с людьми, с нашими коллегами, депутатами на основании тех заключений, которые мы получим. Генеральный план – результат колоссальной работы. Документ проходит согласование 14 краевых и 28 федеральных министерств и ведомств. Как подчеркнул Василий Швец, при принятии генплана также будет учитываться мнение анапчан. Мы вместе проделали уже колоссальную работу. Обязательно мы ее доведем до логического финала. И, конечно же, я обращаюсь к тем жителям, к тем представителям тех или иных сейчас населенных пунктов или общества, где мы последние две недели с вами встречаемся сейчас еще в более часе, что все обращения анапчан обеспокоенных рядом положений, конечно же, мы учтем. В Анапе завершено строительство трех газопроводов. Сейчас на объектах идут пусконаладочные работы. Газопровод высокого давления протяженностью около километра построили в хуторе «Рассвет». Там же планируют начать строительство еще одной газовой сети с завершением в следующем году. Такой же объект появился в селе Субсех. Сейчас там восстанавливают дорожное покрытие. Также новый газопровод низкого давления протяженностью около пяти километров построили в станице Анапской. Он позволит газифицировать дома жителей шести улиц. Кроме того, до конца текущего года завершат работы по строительству объектов газоснабжения в станице Гастагаевской и селе Цибанабалка. Общая протяженность новых завершенных сетей в Анапе составит более 13 километров. Они позволят газифицировать порядка тысячи домовладений. В Анапе открылся выездной консультативный методический антинаркотический пункт. Его организаторами стало Министерство образования и молодежной политики Кубани. Наш курорт был выбран площадкой для проведения событий краевого уровня благодаря эффективной антинаркотической работе. В мероприятии приняли участие гости из семи муниципалитетов. Эксперты рассказали молодежи, как распознать зависимого человека, а главное – помочь ему вернуться к нормальной жизни. В открытии консультационного центра принял участие вице-мэр курорта Игорь Викулов. Жуткие кадры последствий употребления наркотиков можно увидеть практически в каждом документальном фильме о зависимости. Дистрофическая худоба, высыпание и язва на теле, многочисленные следы от инъекций, портрет человека, опустившегося на самое дно зависимости. Изменения начинаются уже после первых доз. Огромная нагрузка на психику, вызванная действием веществ, может привести к депрессии, паническим атакам, деперсонализации и даже шизофрении. Употребление наркотиков, оно несет вообще необратимые процессы, то есть в первую очередь страдают когнитивные процессы, это память, это мышление. Яркий пример у меня был такого человека, который был уже на социальном дне, он не из России, он из Марокко, мароканец, парень. И у человека два высших образования. У него два высших образования, у него какое-то инженерное было, физическое образование. И обратился он ко мне, когда уже ему негде было жить, он общался со мной посредством Wi-Fi магазинов, торговых центров, пока рабочее время было. И дело в том, что когда он понял о том, что уже все, когда он остался на улице, когда родители от него отказались, когда от него отказалась близкая девушка, и тогда он понял, что надо что-то менять в этой жизни. Как подчеркивают психологи, чем раньше зависимый человек примет свою проблему и начнет лечение, тем легче пройдет период реабилитации. О том, как распознать зависимого человека, а главное помочь ему вернуться к нормальной жизни, сегодня обсудили на выездном консультативно-методическом антинаркотическом пункте. Сегодня ваше умение помочь человеку, который, возможно, склонен к каким-то таким проявлениям, к наркомании и так далее, сегодня ваше умение, ваша грамма в этом направлении позволит нашему обществу в будущем стать лучше, стать безопаснее. Для этого необходимо обладать определенными знаниями, но и понимание мира достигается путем правильного отношения к учетам в школе, правильного взаимоотношения с родителями и с обществом, правильное отношение к учебам в высших учебных заведениях. Анапа была выбрана площадкой для проведения события краевого масштаба благодаря эффективной антинаркотической работе. Одни из главных борцов города – молодежный патруль, регулярно закрашивающий наркотрафареты на стенах домов и блокирующие подозрительные ссылки в интернете. Анапа у нас всегда идет в лидерах в данном направлении, и мы стараемся никогда не падать в грязь лицом, то есть на уровне края мы занимаем лидирующие места, поэтому краевое министерство выделяет нас и приезжает с такими мероприятиями именно к нам, то есть мы их товарищи, поддерживаем их во всем и на нас равняются. Выездной консультативно-методический пункт – это прежде всего площадка для обмена опытом. В мероприятии приняли участие гости из семи муниципалитетов. Эксперты рассказали молодежи о последствиях зависимости, центрах для реабилитации и способах профилактики. Антон Чистяков, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Сегодня в Анапе начался двухдневный семинар для представителей некоммерческих организаций. Специалисты ресурсного центра поддержки гражданского общества Кубани будут обучать их правильно составлять и оформлять заявки на получение грантов по социальным проектам. Идея проведения семинара «Социальное проектирование» родилась у участников недавно созданного в Анапе Содружества общественных и благотворительных организаций. Именно такую совместную форму работы поддержали и в мэрии города-курорта, и на краевом уровне. Некоммерческие организации, социально ориентированные некоммерческие организации, они решают ряд острых социальных проблем, а вот именно объединение позволяет решить это быстро и эффективно. Мы поддерживаем эту работу не только в городе Краснодаре, но и во всем регионе Краснодарского края. Результатом этой работы, работы общественной палаты и губернатора, его команды Краснодарского края явилось то, что поддерживая эту работу и организуя ее на местах, Краснодарский край вошел в десятку лидеров. В части регионов Российской Федерации по работе на подачу на фонд президентский град, это привлечение федеральных средств региона. Из малого всегда вырастает что-то большое. И вот это начинание нашей общественной организации, когда уже организации пошли к молодежи, то есть насрела сейчас действительно такая необходимость объединить усилия различных организаций, объединений, в том числе и власти, в том, чтобы развивался некоммерческий сект. Спасибо вам большое, такая маленькая аудитория, но если вы уже объединились, если вы уже начинаете, я думаю, что будет большое, хорошее дело. Цель семинара – научить представителей НКО правильно составлять и оформлять заявки на получение грантов по социальным проектам. Бумажная работа – целая наука. Каждый раз, с каждым годом, с каждым конкурсом, новым конкурсом, люди сталкиваются с какой-то проблемой. Может быть замечательная идея, но она, если неправильно подана заявка, она может остаться как бы безрезультатной, остаться в воздухе. А мы учим людей, показываем им на примерах, на ошибках, апробировано уже, как им нужно правильно подать эту заявку, чтобы эксперт понял, в чем проблема и как вы ее хотите решить. Первым делом анапским общественникам рассказали, на какие гранты они в принципе могут рассчитывать на уровни края и федерации, о сроках и условиях конкурсов. Эксперты из Краснодара нашли благодарную аудиторию. Желающих действительно было очень много. Мы не ожидали, что такое количество людей уже интересуется таким проектом. Поэтому в данный момент у нас, мы даже не смогли вместить тех желающих, которые хотели бы сейчас прийти на такое мероприятие. И в дальнейшем, я так понимаю, мы сейчас уже общались, что такие мероприятия будут продолжаться и далее. Поэтому, я думаю, сейчас семинар, который будет проходить, будет просто вау. Семинар носит и практический характер. Работа построена так, что в итоге участники, по сути, получат готовые документы по своим проектам. Мы, наверное, полагались не только на то, чтобы вы получили какие-то знания и ушли с ними. Здесь методика семинара основана на том, что вы берете свою идею и с нами вместе прорабатываете. То есть вы уходите практически с готовой концепции проекта. А далее вы уже просто в консультационной форме, вы можете его подавать практически как бы на конкурс. Вот в этом и индивидуальность нашего семинара. Организаторы и участники семинара договорились о том, что такие встречи станут регулярными. Ведь в работе некоммерческих организаций есть много аспектов. В мэрии также планируют создать структуру, которая будет обучать тех, кто хочет приносить пользу своему городу. Антон Чистяков, Алексей Девекин, Михаил Попов. Анапа. Регион. Пример качественного оформления своих идей показали ветеранские организации Анапы. Они выиграли сразу два губернаторских гранта. В краевом конкурсе победили патриотический проект «Оружие победы» и идея проведения фестиваля молодежного спорта «Горгипийские игры». На каждый из них выделено по миллион рублей. Проект «Оружие победы» уже знаком сотням школьников Анапы. В прошлом году он получал президентский грант. Патриотический комплекс включает в себя не только встречи школьников с ветеранами боевых действий, но и практическую часть. Дети своими руками собирают модели военной техники из фанеры. В основном у нас сегодня дети, они не воспринимают немножко как бы всерьез это. И когда приходят ветераны, разговаривают с детьми, и у детей немножко как бы им неинтересно, то, что там пришли дяди с медалями и рассказывают им какие-то сказки, небылицы, что там действительно. И потом начинаются такие вот глупые вопросы. Дядя, ты там страшно было, не страшно, как бы вот такие. А нашим проектам мы хотим донести то, что действительно аудитория детей будет собирать модели машинок, которые вот действительно принимали участие. Третий этап проекта – выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны, которые школьники смогут потрогать и подержать в руках. Часть артефактов найдена на территории Анапы. В проекте примут участие более 600 юных анапчан. Сумма губернаторского гранта – почти миллион рублей. На выполнение проекта отведено полгода. За полученные деньги нужно будет отчитаться. Таковы условия конкурса. Отчитываться, да, действительно, у нас сегодня как бы отчет за каждую копейку. Нужно отчитаться, потому что, ну, действительно, мы для этого берем не заработать, а донести информацию детям. То, что сегодня идет такой прогресс переписывания истории. Мы не хотим этого. Мы – внуки победителей, которые хотим сохранить историю. Еще один победивший проект – совершенно новый для Анапы. Городской совет ветеранов получил губернаторский грант на проведение детского спортивного фестиваля. Так как у нас был опыт хороший, мы решили как бы помочь. И действительно, чтобы город – это нужно не Александру Ивановичу, не Василию Геннадьевичу. Это нужно городу, нашим детям. Игрогипистские игры, оно действительно тоже как бы участие в этом. Ну, все для детей. Вот все для детей. Мы как бы хотим, чтобы наши дети знали историю и здоровый образ жизни. Огромная благодарность нашему мэру, городу-курорту Анапы Василию Александровичу Свец и его помощникам, которые действительно отнеслись к этому очень хорошо. Ну, вы знаете, очень много было задействовано людей. И я всем действительно благодарен, что отнеслись к нам очень с пониманием. Но отдельное огромное спасибо скажу, когда мы его выполним. Вот это будет победа. Никита Бойко, Алексей Дивейкин, Михаил Попов, Анапа. Регион. Мы продолжаем наш цикл интервью с руководителями органов местного самоуправления города-курорта Анапа. Сегодня наше интервью с координатором деятельности органов ТОСГО и Кадзорского сельского округа Валентина Ивановна Истамбальян. Каждый год он самобытный год. В связи с ковидными ограничениями у нас и ограничивают наши какие-то действия. Но, тем не менее, я считаю, что год прошел как обыкновенный год. Было все. Были у нас и мероприятия, и праздники. И мы планировали точно так же, как и в любом году, перспективы вперед. Мы праздновали красные все даты, мы собирали детей, мы общались, мы поздравляли ветеранов, тружеников тыла. Мы общаемся с одинокими людьми, мы общаемся с детьми. В общем, все слои населения мы обхватываем полностью. Поэтому я считаю, что год прошел нормально. Праздники мы проводим постоянно, и мы в основном в праздники включаем тоже определенных людей. Если это посвящено Красной Дате, как День Победы, или освобождение, или прочее, мы обязательно акцентируем на тех людях, которые завоевали, и которые могут дать пример будущим поколениям. У нас, кстати, жив еще ветеран военной Карабака Иван Степанович, ему 13 ноября будет 96 лет. Мы его регулярно поздравляем на все праздники Красных Дат. Мы его приглашаем на митинги по мере возможности. Мы его праздники устраиваем перед домом, если это ковидные ограничения. Все делаем по закону, так, как это положено. Мы с детьми проводим конкурсы, стихи проводим, конкурс стихов проводим. Ну, то, что мы можем, то мы и предлагаем. Потому что дети у нас тоже очень даже задорные, хорошие, общительные. Вот эти все глобальные вопросы, которые задевают газификацию, водоснабжение и прочее, мы здесь большими советами собирались, потому что я координатор, понятно, что я собираю всех ТОСовцев. Мы выходили на депутата законодательного собрания края Юлию Пархоменко. И, между прочим, она очень хорошо нам помогла и по воде, и по газификации в хуторе «Рассвет», потому что она продвинула намного вперед то, что должны были сделать чуть позже. И вот эти вот общения даже с мэром. Мы вот встречались в июне месяце, по-моему, на Совете общественности Большом. И я вот задала вопрос. У нас здесь есть парк огромный. И вообще округ сам по себе огромный. У нас нету единицы, которая могла бы косить, обкашивать какие-то территории или смотреть территории. Парк огромный, и получается, что мы все общественники, те люди, которые входят в мой квартальный комитет, и просто которые не входят, мы регулярно, уже седьмой год, мы с парка не вылазим. Там же у нас находится аллея памяти. Вот мы там чистим, убираем ее, подрезаем. Очень огромную работу проводим регулярно. И не то, что, как говорят, один раз в месяц. Мы, ну, раз можем четыре раза в месяц. Или вообще ходить каждый день, если это требует необходимой какой-то работы. И вот нам Василий Александрович пообещал с Нового года единицу на округ, для того, чтобы обслуживать вот эти вот территории. У нас, конечно, старый рассвет, это вот первая половина рассвета. А микрорайон юбилейный, это следующий микрорайон. Это новый у нас микрорайон. Вот там вот планируется у нас строительство школы. Но это строительство школы люди просят уже давно. У нас эта школа построена в 60-х годах. Я в эту школу еще ходила. Мои дети, внуки и правнуки пойдут. Поэтому хотелось бы, чтобы все-таки обратили внимание. В коммунистическое время была восьмилетка у нас. Тогда было 500 всего человек. И восьмилетка была. Сейчас уже где-то до пяти тысячи. Нашу школу превратили в начальную, а люди хотят все-таки в 8 или 11 классов. Я понимаю, у нас уже отведен отдельный участок, где стоит футбольное поле. Но мы бы хотели иметь свою школу, восьмилетнюю, на три хутора. У нас так сложилось изначально. Это и желание народа тоже. Асфальтирование дорог. Газификация у нас уже запланирована, как сказали, уже будет. Потому что у нас здесь Алексей Иванович очень плотно связан с газификацией. Он председатель кооператива. И он тоже огромную работу проводит. Он точно так же встречается с депутатами разных уровней. И, в общем-то, эту работу продвинули. Вроде нам пообещали. И на следующий год будет газифицирован микрорайон юбилейный. И вот сейчас расширение дороги идет у нас в рассвете. И в Хайгадзоре будет продолжаться. Ну, это по программе. Здесь как бы все понятно. ТОСы – это связующая нить между властью и народом. То, что просит народ, они большинство тоже звонят нам. Даже такие мизерные какие-то вопросы. Ну, звоните в администрацию. Нет, вы позвоните, вы спросите нам, ответьте. Поэтому, получается, что мы ответственны и среди народа, и среди чиновников администрации. Но все те вопросы, которые они задают, там, куда деть этих собак бегающих, это проблема, мне кажется, вообще всей страны, даже не нашего хутора. Поэтому мы все просьбы переводим в администрацию, звоним и говорим, что вот нужно как-то помочь людям решить вот эту вот проблему освещения. Проблему воды, проблему асфальта. Все, что есть вот такого, что хочет человек жить лучше, это мы понимаем. Поэтому все вопросы летят к нам и постоянно, даже бабушки. Как нам заполнить вот эту квитанцию? Без проблем. Как нам связаться с газовой конторой? Без проблем. Номера или по какому поводу, как сказать и что сделать? Ну, вот так вот. Работаем в связи со всеми буквально. К этому часу все. Смотрите наши выпуски на сайте anaparegion.ru и в социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе событий. На этом я с вами прощаюсь. До встречи и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова